Привет! Прошло 3 дня с момента выпуска моего видео про сервер Blackout. С большей долей рофла, без какого-либо негатива, но такой реакции я не ожидал. Даже Бэпис высрался на эту тему, но сейчас мы не об этом. В целом я хочу дать комментарии по трем вещам. Это Panda, проект Blackout, ну и конечно же комментики под моим видосом. С чего бы начать? Так как в теме Антернет я нахожусь довольно давно, да и много информации черпаю с англоязычных источников, то мне знакомы многие ютуберы, в том числе и Panda. Эх, в то время, когда выходили первые девлоги по Антернет 2. К сожалению, Нельсон не всегда демонстрировал какой-то геймплей и функции. Ну и конечно, я иногда брал отрывки геймплея у других для своей аудитории. Да, это не совсем хорошо и мне за это нужно... Так вот, к чему я? В июле 2019 года ко мне докопался владелец отрывков, Panda. С претензией. Да, я извинился и добавил в описание прямую ссылку. Кстати, Watermark'а уже была в видосе. Но Panda был непреклонен. Удали, удали, удали. Да, такой уникальный контент, записанный таким трудом в виде пробежки по карте. Классно. В общем, да, подумал я. То чувство, когда тебя душит канал с аудиторией более 100 тысяч, а у тебя в это время 5 тысяч. Ну да ладно. Я скрыл видосы, забыл эту тему. Далее он переключился на Viper Studio, так как он тупо скачивал его видео и заливал их в фул под свою озвучку. Да, в личку, кстати, в форуме у меня было пару сообщений, но большую часть он устроил прям в комментариях под каким-то обсуждением. К этому мы еще вернемся. Panda любит играть на публику. Следующий контакт произошел уже в наши дни. Показываю фул переписку, так как если Panda выкладывает скрины, то и мне значит можно. Да, и один человек мне сказал, что я вожу в заблуждение свою аудиторию, блюря какие-то документы. Окей, я все раскрою. Собственно, я запросил чисто символическую цену полтора рубля, так как считаю, что проект действительно хорош, даже с его минусами. Окей, периодически мы перекидывали сообщениями с разрывом в несколько дней. Ранее я уже натыкался на видосы про Blackout и часто они были выполнены как по методичке. Один и тот же сценарий. Меня это навело на две мысли. Либо этих ютуберов покупают, либо ютуберы двигаются тупо по тексту и им класть абсолютно что там. В общем, я решил пойти по другому пути. Без какой-либо оплаты я высрал свое мнение. Именно высрал. Так как в видео было много рофла. И в этот же день в твиттер аккаунте Panda начался сущий кошмар. Вы просто посмотрите на это. Ну и как говорил Бепис, ты ничего не переводишь, а вот хер тебе. Перевожу. Давайте посмотрим все посты, которые опубликовал Panda с 4 декабря. А именно. Я предложил куче мелких российских каналов деньги на продвижение Blackout. А вместе с ТЗ, в котором были показаны все его возможности. Какие были возможности показаны, то, что там в меню потыкать и побегать. Мне, например, была бы больше интересна техническая часть реализации плагинов и сама история создания. Тогда да, это был бы уже куда более интересный видос. А не куча одинаковых видосов по методичке. Ну да ладно. После этого один чувак Эстерн проигнорировал меня и прошло два дня после оговоренной, обговоренной даты. Короче, я просто дал ему знать, что видео мне больше не понадобится, чтобы избежать путаницы в будущем. Теперь он загрузил видео, где он ставит себя в положение некоррумпированного, не беря деньги и высказывая свое мнение. Но по факту я денег-то не взял и по факту я высказал свое мнение. И я имею на это право. Мне, допустим, не понравилось в этом сервере то и то. Почему я не могу сделать видео об этом? Или мне только по методичке можно делать? Панда, ты уже определись. Ты либо двигаешься по документу, либо ты просто документ скинул как пример. Что-то в твоих словах не сходится. Далее. Мало того, что в этом документе ни разу не говорилось о подделке мнения, в нем в основном только констатировались такие факты, как улучшенная производительность, FPS и все основные функции, которые должны быть представлены. Он сделал вид, что я пытался купить его мнение. Здесь не соглашусь, больше похоже на сглаживание углов, потому что, как я уже повторялся, в этом тексте были только в основном положительные моменты. Он также сделал вид, что Blackout был pay to win. Что я нашел забавным, исходящим от русского ютубера, после того, как мы видим, что происходит на русских серверах ежедневно с покупкой админки и прочего. Да, есть проблема на серверах русских, но и есть на других серверах тоже проблема. Если ты не играешь на других серверах, то, наверное, твои проблемы. Я такой кринш ловил, когда заходил на польские сервера, и те же европейские, там ситуация была не лучше, а может и в разы хуже. И x100 у них зародился куда раньше, с покупкой всяких тупорылых привилегий, по типу ваниша, там команды ban и команды give. Вот здесь ничего удивительного. Про pay to win я позже выскажусь, когда мы коснемся уже темы сервера. И показывал видео, где он получает доминирование от М4, буквально стартовый пистолет. Но на самом деле отрывков, где на силуе-то не было, я их, наверное, ставлю, может быть, сейчас я ставлю с дробаном, потому что я тогда не успел записать, я пробовал сервак на вкус, я, да, играл, но я не все записывал на самом деле в тот момент. Так попалось, что на сервер зашел чел с, там, рангом, я не знаю, плюс 60. У него был открыт дробан, собственно, для сравнения, смотрите, вот урон моей пухи был и урон дробана. Разница есть? Разница есть. Еще по... у него были определенные перки, как я понял. Все-таки у него был вот этот перк, судя по его игре. Ну, да ладно, сейчас мы не говорим о сервере, продолжим далее по тексту панды. Ниже я размещу точно не отредактированный конспект. Окей, я его тоже сейчас открою, вот покажу, что в нем было. Здесь он упоминает, что это скорее руководство, которое следует использовать для создания видео, а не точный какой-то там учебник. Ну, во-первых, либо ты в самом документе это пиши, либо когда ты его отправляешь, добавляешь, чтобы ютуберы точно понимали само задание. И, естественно, конечно, было бы желательно, чтобы они высказывали еще свое мнение. Иначе все видосы, которые идут с пометкой реклама, смотрятся очень пресно. Чекнем сам документ. Здесь он ничем не отличается от обычного технического какого-то задания. Ну, есть здесь несколько нюансов. Например, поместите Unturned Blackout, заголовок. Ну, ладно, и теги видео. Согласен, в теги поместить нормально. Ну, например, если я хочу назвать это самый убойный PvP проект новый, или Call of Duty в мире Unturned, как бы не совсем понимаю вот этого. Далее идет, ну, стандартно, типа, в течение, как вы должны присоединиться, да, автоматически скачивает моды, будто до этого ничего не скачивал автоматически. Unturned Blackout работает более плавно, чем другие сервера, производительность значительно улучшена. Не знаю, для чего это сравнение. Например, та же Vanilla на карте Pay будет работать куда плавнее, чем Blackout. Поэтому с этим я не соглашусь. Это тупой пример, да, среди, ну, если сравнить модовый серверак, давайте сравнивать еще модовый серверак. Ну, я думаю, можно найти. Вот, но, ладно, это уже тупо дает, поэтому давайте. Ну, и, конечно, куда же без этого? В игре все можно разблокировать, не тратя денег. А значит, это не Pay to Win. Мы работаем на, так сказать, напережение. Ну, ладно, скажем. World of Tanks тоже не требует каких-то там вложений. Можно все бесплатно прокачать. Но чел, который, не знаю, закупит голду, будет тебе рвать задницу. Также здесь чел может за валюту открыть пуху и, в целом, иметь преимущество. Да, не такой жесткий разрыв для тех, кто мыслит вот прям максимально тупыми категориями. Сделаем максимально тупой пример. На сервераке есть два кита, которые один дает раз в 6 часов М-ку, а другой дает, например, в раз в 6 часов взрывчатку. Ну, какой из них убойней будет кит? Ну, естественно, который со взрывчаткой. И здесь в плане разрыва я имел в виду, что, ну, качественный Pay to Win, когда я сказал, что здесь не такой разрыв большой в плане баланса. Хотя вот на самом деле я вот пересмотрел еще раз характеристики пух. И когда чел нападал, вот еще раз играл. И, наверное, я опять склонен поменять свое мнение к предыдущему, что все-таки есть здесь такой вот элемент. Да, можно открыть, но в целом это будет через боль. Окей, ну, боевой пропуск это Prime, который тебе дает там всякие награды, ящички побольше, побыстрее прокачаться. Вот, и можно эти очки использовать для покупки чего-либо. Естественно, блин, куда же без кейсов? Вот это бесплатное казино для школьников, которые критикуют уже в многих странах. Но да ладно, в Вантернет есть тоже кейсы. Я лучше кейсы эти рассматривать в Вантернет, нежели какие-то, блин, скины использовать на каком-то сервере. Но в целом они хотя бы преимущества никакого не дают. Скины, а наоборот, иногда даже и хуже делают. Ну, если это, конечно, не зеленые, какая-нибудь кожа. Вот. И дальше действия для показа в какой-то момент видео. В какой-то момент видео. Но действия эти нужны. То есть открыть не менее 10 ящиков. Это же так интересно ящики открывать. Например, если я хочу что-то другое, более важное показать. Это все еще не методичка или что? Далее мы передвигаемся еще ниже. То есть это все неинтересно. Вот. Собственно, мы дальше опять проговариваем, что можете подключиться. Это для рекламы нормально. Ну и в конце не обязательно, не обязательно, но хотелось бы увидеть. Понимаете, что получается у нас все остальное это не опционально. Опционально это не учебник. Нужно двигаться строго по нему. Тогда в чем я не прав, когда говорю, что это методичка? В целом у меня вот такой аргумент. Если у тебя есть какая-то претензия по поводу моей аргументации, тогда пускай будет отредактирован документ так, что к нему не будет никаких вопросов. То есть, чтобы человек имел какое-то свое мнение или мог свое мнение добавить. Ты типа не запрещаешь, но здесь вот четкое ТЗ. Мы его видим буквально. Вот я показываю весь ТЗ. Можете осмотреть. Да, может быть здесь и какой-то прям супер даёб. Но я решил высказать свое мнение. То есть я отказался от рекламы. В чем даёб? Я решил сделать обзор. Не поднасрать. То есть кто-то говорит, что типа он не какой-то детальный. Вы посмотрите на другие PvP обзоры. И там они были поверхностные. Да, это новый проект. У него просто обертка лучше выглядит. Но в основном у нас были уже DM сервера. И концепция его ничем не отличается. Кроме, наверное, прокачки какой-нибудь там UI. И какой-то концепции, что у него есть несколько серверов. И между ними можно как-то перескакивать. Окей. Про вот этот учебник мы посмотрели. Дальше он говорит. Вот видео, кому интересно. Это тот же ютубер, который использовал моё видео. Даже и не только отдельные клипы. Когда вышла бета-версия Unternet 2. Без какого-либо разрешения. Но на самом деле я вставлял ссылки. И вставлял... Как его, блядь? Ебаную ватермарку. Окей. Дальше репост идёт в видео. И написано. Кстати, видео не является чистой ненавистью. Оно начинается со разговора о куче хороших вещей. Меня беспокоит, как оно преподносится. Я смотрю многих русских нераскрученных видео. И они почти всегда начинаются со спонсорского вступления. 90% времени читая прямой сценарий. Да, это называется прерол. А у меня на канале преролов практически нет. Иногда они появляются. Но это бывает прям очень редко. И на таких видосах, которые... Видосах, которые прям сильного значения не имеют. Например, на гайдах я точно не буду преролы вставлять. У меня канал немного в другом направлении двигается. Если зайти на канал Беписа, там, допустим, каждый раз будет прерол. То есть там на них куча. И всегда идёт заготовленный текст. Это нормально. Но это моё мнение. Я решил его высказать. И в этом я ничего такого плохого не вижу. Поэтому документы или ТЗ – обычная практика. В любом случае ТЗ, которые я получал, всегда говорили, что при создании видео на него не нужно прям опираться. Его используешь в качестве дополнения. Ну да ладно. По поводу сервера мне, наверное, нечего больше добавить. Потому что я уже в момент обсуждения комментариев панды выложил пару скриншотов. По части катаны, когда там на ножах играли, залетали. Ладно, катана в целом, она задаётся за простой киллстрик. А вот по поводу дробовиков и прочих пух, которые сильно урон различаются. Здесь у меня есть вопросы. Да, тут мне говорили, что может проблема решаться каким-то ранкидом. Но рейтинговая система здесь особо не приживётся, так как людей маловато. И в этом вся проблема. Я высказал своё мнение. И игра сделана... Это копия просто колды. А у колды есть свои проблемы. И в целом здесь ничего нового. Поэтому я не знаю, что доебались. Дальше перейдём, наверное, к заключительной части моего видоса. Это комментики. Первый комментарий, конечно же, будет от Панды, потому что он попросил меня его закрепить. Он здесь высказал свою точку зрения. Я её в целом выслушал и поставил лайк. Лайк — это не значит, что я что-то согласен с ним. Просто я просмотрел его. Может, мне понравится, не понравится. Может, я с него зарофлил. По разным причинам я лайкаю. Также спасибо всем людям, кто высказал свою поддержку, понял, рофл. И прям с каким-то негативом к этому не отнёсся. Но вот есть отдельные комментарии, что вот слова про то, что это pay to win, я не согласен. Ибо за донат ты там не сможешь купить главную вещь — опыт. Ай, ладно, ладно. Я согласен в какой-то мере, потому что мы на серваках скетёров выбивали лут. И действительно, наверное, больше опыта получали, чем они. Но не когда тебя, например, на здании душит толпа кетёров, у тебя заканчиваются патроны, а им достаточно прописать кит, и у них будет куча патронов. Поэтому в какой-то мере я не согласен. Но если касательно этого сервака, то здесь проблем с патронами нету. А вот то, что пушка будет больше дамажить, либо у человека будет дополнительный перк на какой-нибудь банихоп, и ещё что-нибудь, то это в разы упрощает геймплей. Да, может быть, у тебя куча опыта. Деды у нас, наверное, воевали с лопатой и каской. Они, наверное, самые опытные были. Но да ладно, давайте двигаемся ниже и посмотрим. Чё, сделали колду в анте, причём с донатом, как в колде. Иронично. Ну, собственно, я про это и говорил. Ниже, кстати, правильное замечание про качественный pay to win. Что я имел под качественным? То, что здесь не такой большой разрыв. Вот. Ну, естественно, как же без Егора Морозова? Про этот мем я уже говорил в чатах. Он форсился одно время. Наверное, уже забыли. Также яблочный бог гордится. Кстати, яблоки топ, да. Зато, честно, красава. Ну, я не скажу, что прям супер объективно, ведь у меня нету игрового кресла. Как мне, кстати, мне правильно замечание сделали, у меня нету игрового кресла. Вот, кстати, да. Да, вот этот комментарий. Без игрового кресла, как у Игоря Линка, твоя неподкупность умножается на ноль. Блин, ребят, обещаю, в течение трех недель я найду игровой стул. Так. Ну, в целом, я здесь согласен. Да, он... Я вот даже сейчас заходил, там было сколько, пять человек. Ну, не так он сильно популярен, допустим, как кураторские карты. Ну, Шулер здесь сказал одну вещь, на канале Беписа другую. Да, он, скорее всего, может, ему кто-то что-то не заплатил, потому что у него по валюте ноль. Ну, я не говорил, что все серваки... Ой, все видео, которые идут на Ютубе с пометкой Blackout, они проплачены. Поэтому он как-то так. Ну, вот, кстати, еще один индивид поиграл часик на этом сервере и могу сказать, что вообще не pay to win. Ну, блин, на открытии, грубо говоря, ты поиграл с новичками. Не поймал тех людей. Да, я тоже нормально играл одно время, но в одно время залетали люди, которые... Плюс 60, как я уже говорил. Вот для сравнения еще раз выведу два скрина с дамагом оружия и какими-то перками. Ну, и последний комментарий, который я, наверное, включу в этот видос, это Тазашо от Тарковчан. Вообще, шутка про Тарков относилась к чувакам Сарида, потому что, когда я выпускал обзор на оружие Сарида, объясняю суть. Разработчики называют оружие... Ну, не знаю, может быть, это САП как-то связано или с другими по другим причинам, неважно. Они называют оружие так, ты его проговариваешь в видосе, но залетает фанат Таркова, говорит, в реальности это оружие называется так, калибр у него такой же. Я не знаю, вот у людей или личной жизни нету, или что, но играешь ты Тарков, ну, знаешь, ты там какие задрачиваешь просто. Поэтому я так и выразился, что чел задрот и воняет, не моется. Ну, и некоторые личности это могут воспринять, это как личное оскорбление, что там вот так ситуация сложилась, но нет, это чисто для фанатов и комментаторов той карты рит и того видоса про оружие. Ну, на этом, я думаю, можно заканчивать. Постараюсь обрезать этот видос, потому что здесь много воды уже налил, и готовиться к следующему видосу, потому что вас ждет кое-что веселое. Ну, да ладно. Оставляй свои мнения в комментариях, подписывайся на канал. С вами был Эстерн. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok